Теперь о крупнейшем гражданском проекте, связанном с Крымом. Возведение моста через Керченский пролив с сегодняшнего дня не только на уровне земли. Уже есть очертания автомобильной трассы. Строители смонтировали первый пролет многокилометровой конструкции. Виталий Катченко расскажет подробнее. С высоты птичьего полета мост через Керченский пролив словно гигантский конструктор. На берегу Тамани начался новый этап строительства. Здесь приступили к сборке и монтажу пролетных строений будущего автомобильного моста. Потихонечку давай. Стоп, стоп, стоп. Подтяни свою сторону. После того, как металлические конструкции, каждая длиной более 50 метров, будут смонтированы, их перенесут с временных на основные опоры и закрепят. Как только мы заканчиваем работы по сооружению опор, мы практически тут же приступаем к сооружению пролетных строений. Так что мост у нас будет расти не от берега к берегу, а от земли, ну или от воды, вверх. На сооружении почти шести сотен пролетов для автомобильного и железнодорожного моста уйдет металл, как на 25 эйфелевых башен, более 250 тысяч тонн. Производим укропнение пролетных строений, которые нам пришли с завода, весом по 10-11 тонн. Соответственно, мы укропняем их в более большие секции, в данном случае по 33-34 тонны. И монтируем. Дальше уже соединяются эти элементы и превращаются в пролет. Общий вес пролета 160 тонн. Уже через месяц на этом участке будут укладывать железобетонные плиты проезжей части и стелить дорожное полотно. Движение по автомобильному переходу по две полосы в каждую сторону откроется в конце 2018-го. Поезда над Керченским проливом пойдут в 2019-м. Сегодня мы начали монтировать первый мостовой пролет. Все идет по графику и это все нас очень обнадеживает. Выдерживаются все сроки. Сверхпрочные конструкции производят на отечественных заводах в Белгороде и Воронеже. На этих же предприятиях были изготовлены фрагменты рабочих мостов. Их соорудили в проливе для удобства доставки строительных материалов. В настоящее время мы заканчиваем работы по сооружению временных причалов на острове Тузла. И все металлоконструкции будут поступать на Керченский берег при помощи здесь нашего флота. Самый сложный элемент моста – судоходная арка над фарватором Керчь-Яникальского канала. Протяженностью более 200 метров этот пролет соберут на крымской стороне. Будущий транспортный переход из Тамани в Керчь станет на 595 опор. Работы сейчас ведутся одновременно на 8 участках. На суше, на острове Тузла и в море. На морском отрезке под мостом смогут проходить сюда высотой до 35 метров. Мост в Крым станет крупнейшим в России. Его общая протяженность – 19 километров. С возвышенности крепости Керчь уже хорошо видны очертания главной транспортной артерии, которая свяжет полуостров с материковой Россией. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Татьяна Бакулина и Павел Силин. Первый канал. Крым. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Татьяна Бакулина и Павел Силин.